Продолжение следует... Будем говорить о новостях мировых и у нас по стране материала немножко есть, он действительно новый. Ну начнем. Для начала хочу показать вам обложку такого журнала, одного из самых популярных, журнала Rolling Stones. Его уже зачитали, так что обложку можно показать отдельно. Вот он. Этот журнал был образован в 67-м году при финансовой помощи группы Rolling Stones и вот до сих пор пользуется популярностью и считается одним из лучших журналов в мире, освещающим новости рок-музыки. Ну так как почти все, что здесь есть, уже переводилось в нашей прессе, в частности статья о любви западных рок-звезд к пению под фонограмму. Это было в журнале Аргументы и факты. Ну так, кое-какие новости, в принципе, о выходах новых альбомов. Группы для нас, они в общем-то неизвестны. Вот единственное, что хотелось бы о чем сказать, так чтобы вначале сразу все это сказать и потом, чтобы не было у нас больше грустных ноток, это то, что в прошлом году умер клавишник и композитор группы Grateful Dead, благодарный мертвец, бренд Midland. В общем-то, хорошие новости, как и грустные, до нас доходят очень долго. А это произошло 26 июля 1990 года, вот уже почти год прошел. Ну это для любителей Grateful Dead. Далее, далее, есть такой у нас журнал «Мы», по-моему, до нас он еще не дошел. Вот, вот его обложка, одного из последних номеров. Так, не отсвечивать. Вот, и здесь хорошая статья, хорошая статья о молодежном жаргоне, в котором, в общем-то, очень часто упрекают меня как ведущих. Здесь есть маленький такой образец молодежного жаргона, я хочу вам его сейчас зачитать. Кто поймет, все слова, которые будут произнесены, значит, тот может читать еще себя молодым. «С прайсом глухо, не на что и чаю попить, а скатить и стрёмно, кругом менты, со впиской вообще полный облом, весь пипл безфлетовый, придется до утра в парадниках тусоваться. До того, гляди, свинтят, да и обхайрают в ментовке. Да, что и говорить, и стрёмно, и сыро, и никому руку подать». Вот образец молодежного жаргона, в общем, я понимаю все слова, поэтому могу смело считать себя молодым. И, кстати, сейчас готовится к изданию словарь молодежного сленга. Так что в скором времени вы можете обзавестись таким словарем и смотреть нашу программу именно с ним. Ну, вот журнал, мы, как уж мы о нем начали говорить, очень интересный журнал для молодежи, много информации о музыке, в частности, есть такие маленькие вставочки о новостях о популярной музыке. И у нас в стране, и за рубежом, очень коротко. И обычно в каждом журнале одна большая статья о ком-либо из рок-музыкантов. А вот, в частности, в третьем номере статья о мэтре нашего рок-н-ролла советского, об Александре Градском. Сегодня вы еще увидите его клип, к нему мы вернемся чуть-чуть позже. А сейчас я хотел бы еще один номер журнала «Мы» показать вам. Это самый первый номер 91-го года. Вот этот журнал. Вы видите на обложке Виктора Цоя, лидера группы кино, почившего в Бозе летом прошлого года. В принципе, как и музыкант Great Full Dead, вышеупомянутый. Я вот уже говорил, что был в командировке, и мне пришлось посетить несколько городов в России, в Белоруссии. Вы знаете, от Москвы до самых захолустных городов в каждом городе есть стена, где написаны фразы типа «Виктор, мы с тобой». Я, правда, не понял, с тобой это на том свете, что ли. «Виктор, ты наш бог» и так далее. Очень много всяких надписей. Но я не знаю, каждый волен по-своему относиться к таким вещам. Я хотел бы просто привести цитату из Библии. Все-таки это мудрость всего народа считается сейчас. Там есть такая фраза «Не сотвори себе кумира». Ну, а в общем-то, к музыке кино, сразу для тех, кто собирается уже писать гневное письмо в адрес нашей программы, к музыке кино я отношусь в целом положительно. Дальше. Это был журнал «Мы». Дальше есть такое официальное издание, журнал «Музыкальный Олимп». Правда, новых номеров здесь Александр Малинин на обложке. Новых номеров нет. Пока все номера ограничиваются 1989 годом. Ну, в принципе, в хит-параде «Ласковый май», «Наутилус Помпилиус», «Электроклуб», «Кино Мираж», «Веселые ребята». И я думаю, что в этом году и в прошлом году те же самые имена были. И я думаю, еще некоторое время будут. Еще не скоро это надоест. Так, «Музыкальный Олимп». И еще очень интересная серия такая. Это серия посвящена группе Битлз. Вот такая газета «Битломания». Очень интересная. Здесь есть несколько новых вещей. То есть то, что, допустим, я не читал. Допустим, статья называется «Адюльтер» или «Адюльтер» по заказу. Интимные подробности из жизни Джона Леннона. Ну, для тех, кто не знает слово «Адюльтер», это супружеская измена, так скажем. Вот. И последнее интервью с «Ливерпульской четверки», данное каким-то там шведским журналистом. И почему-то оно было опубликовано только вот буквально год-два назад. И вот еще одна книга. «The Beatles», так называемая. «The Beatles», ну, такая брошюрка «Пеппербэк». И здесь в аннотации написано, что брошюра заполнит пустые места на книжных полках поклонников рок-музыки. А также светит белые пятна в истории Ливерпульского квартета. Ну, насчет белых пятен здесь ничего не сказано. То есть я и прочитал совершенно все, то, что было известно даже 10 лет назад. Ну, а насчет пустых мест на книжных полках, любители «Битлз», я думаю, имеют очень крупные подшивки того, что здесь написано, и более широко освещенные. И еще несколько журналов из официальной прессы. Белорусское отделение Комсомола выпустило такой дайджест, сейчас это слово стало модно, то есть сборник статей под названием «Поп-музыка». На первой странице обложки человек, призванный заменить Виктора Цоя, это Костя Кинчев. И о нем такая хвалебная статья. А полностью весь дайджест посвящен в основном ленинградскому рок-клубу и некоторым московским группам. Ну, что я заметил из этой книги, в Белоруссии очень не любят Бориса Гребенщикова, но зато очень любят свои белорусские группы и цитируют их прямо на белорусском языке. Я половину слов не понимаю, хотя, в принципе, по-русски, по-украински разговариваю свободно. Вот, можно было бы эту книгу выпустить или отдельно на белорусском, отдельно на русском, чтобы было бы попонятнее. Далее, журнал «Я». Позавчера я его первый раз увидел у нас в Ларьках, в Союзпечати. А купил я его где-то месяц назад. Журнал очень интересный. Правда, о музыке здесь немного. Единственное, что заслуживает внимания, это статья о Высоцком, которая называется «Феномен Высоцкого». И здесь такой Марк Дэч, который, в принципе, был первым, кто взял официальное интервью у Высоцкого и пытался его напечатать. Он пишет о том, что Высоцкий, в принципе, не был тем, кем сейчас его сделали. И вот характерная цитата из этой статьи. Высоцкий пил потому же, почему это делает большинство пьющих, из-за слабоволия и бесхарактерности. Ну, статья, может быть, у кого-то вызовет споры. Но все равно это интересно читать. Журнал «Я» — он так и называется, журнал субъективных мнений. То есть каждый может сказать в этом журнале то, что он думает. Этим он хорош. Советую купить и почитать. Далее. Вот такие журналы у нас стали появляться. «Америка» и «Англия». Раньше такой журнал было очень тяжело купить. В принципе, о музыке здесь очень немного. Потому что журнал призван осветить все грани жизни американской, английской цивилизации. Поэтому его просто можно почитать для себя. Ну, а для меломанов, кстати, здесь есть на последней обложке, только в журнале «Англия», кстати, расписание работы английской радиостанции BBC на русском языке. И здесь как раз все в оборот эта программа, которая посвящена рок-н-роллу. Ее интересно будет послушать. Ну, и так вообще, я думаю, интересно будет слушать свежие новости из Англии на русском языке. Ну, и теперь несколько номеров, посвященных музыке heavy metal. Такая газета «Red Rolls», «Красная роза». Я ее не сворачиваю, потому что здесь одна сторона. Разворот полностью посвящен группе «Коррозия металла», которая первой в Советском Союзе ввела в свою программу элементы секс-шоу. Девиз этой газеты «Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли». Это цитата из Ветхого Завета, книга пророка Исаии. Вот, здесь есть несколько объявлений о студиях звукозаписи, которые занимаются только некоммерческой музыкой. Далее интервью с девочками из группы «Коррозия металла». Далее хит-парады. Ну, и в общем, все, полностью весь номер посвящен музыке heavy metal. И еще один металлический журнал, он называется очень интересно «Зараза». Вот, он посвящен heavy metal полностью. Здесь есть такие информации о таких группах, как АНЧ, это советская такая группа хорошая, «Кроносмастер» тоже Советский Союз, «Облачный край», «Черный обелиск» тоже Советский Союз, и зарубежные группы, «Креатор», «Артиллери», «Слаутер», кстати, вот такая группа отличная, «Анихилейтер», «Претимейтс» и вообще очень много интервью также с Ямом Геоном. И очень много такой краткой информации по новым альбомам групп. Такая вот маленькая, но очень компактная газетка, много новых имен, но и очень много старых. На последней странице, кстати, для любителей heavy metal, полстер группы «Металлика». Несколько слов о панк-роке. Панк-рок, сразу маленький полстер. Это такой рекламный информационный выпуск «Давай», который является приложением газеты «Давай, давай». Здесь на полстере группа «Всекс Пистолс», сексуальные пистолеты, которая в свое время произвела огромный фурор на американской английской панк-сцене. И, в принципе, здесь очень большой рассказ о «Секс Пистолс» из какого-то странного журнала, я о нем не слышал, «Лик Нало» называется он. Но очень интересная статья. И немножко, кстати, информация о советском панк-роке. Вот, оказывается, у нас появилась такая группа эротические огнестрелы. Ну, это почти то же самое, что и «Всекс Пистолс». Так, и еще один журнал уж на этот раз посвящен. Тоже он панк-року почти полностью. Это журнал «Давай, давай». Такая обложка, стилизация под плакаты наши 20-х годов. Ну, «Давай, давай». Здесь очень много информации. Кстати, прекрасный постер. Не по исполнению, а по содержанию. На постере группа «Назарет» и внизу написано «Эти старые дядьки» и есть знаменитая английская группа «Назарет». И, кстати, сразу реклама магазина «Давай, давай». Здесь написано «First Punk Shop in the Russia». Первый панк-магазин в России. Кстати, сразу хочу сказать, что достигнута предварительная договоренность с магазином «Давай, давай» с его лидером Володей Марочкиным о том, что, может быть, в этом году у нас в городе на базе нашего ПМО «Интеграл» тоже откроется филиал этого магазина. Так что, панки, готовьте бабки. Вот. Теперь о самом журнале «Давай, давай». Значит, в нем очень много разнообразной информации, краткой, о Пете Мамонове. Это лидер группы «Звуки Му». Эта группа уже, к сожалению, распалась. Сейчас Мамонов работает в команде Мамонов и Алексей. Алексей – это его брат двоюродный. Далее, ну, «Аквариум». Затем информация о том, будет ли Пантыкин играть с «Нау». Журнал отвечает, что не будет. Пантыкин, кстати, для тех, кто еще не знает, это бывший лидер групп «Урфинджус» и «Кабинет». И стихи наших панк-поэтов. Очень интересные стихи. Далее. Рассказ о том, как записывался альбом Александра Башлачева «Время колокольчиков». Я думаю, одна из лучших его работ. Для рокеров. Для рокеров здесь описывается все. Как они должны быть одеты. Как должны быть одеты мальчики-рокеры. Как должны быть одеты девочки-рокеры. Какой у них должен быть имидж. Какой они должны слушать музыку. Кстати, рокеры должны слушать не хэви-метал, как у нас почему-то принято, а музыку 50-х годов. И вот здесь приводится перечень. Джин Винсент, ранее Элвис Пресли, Джерри Льюис, Эдди Кокрин. И из англичан Билли Фьюри. Мы, я думаю, не все, по крайней мере, слышали об этих именах. Так что, рокеры, пишите такую музыку. И сразу хочу оговориться, что видеоклипы музыкальные у нас идут, как говорят музыканты, от Либитум. То есть от Винта. Они никак не связаны с программой, с тем, о чем я говорю. То есть мы отобрали несколько интересных клипов на любой вкус. И сейчас вот будет один из клипов. Это выступление Александра Градского, о котором мы выше уже говорили. И один из самых лучших его блюзов. Итак, Александр Градский. Антиперестроечный блюз. Бесполезно, я не начну. Вот сюда, да, вот так, вот так, вот так, вот класс. Я буду петь вам блюз, baby. Я буду петь вам блюз. Я буду петь вам блюз, baby. Я буду петь вам блюз. Если Госплан, Минфин, Минкульт, Гуском Цент, Гуском Труд Не перекоруют нам шлюз. Сколько же можно ждать, baby? Сколько же можно терпеть? Когда нам дадут дышать, baby. И перестанут нами вертеть. Пора ото сна воспрять, baby. И быть умнее впредь. Разбей свой телевизор, Отключи на кухне радиосеть, Видеопленки в союз писателей. Пусть подрочат славность наша власть, Говорить, что хочешь, при полном отсутствии прав. Это страсть, создавая себе напасть, Всем орать, что прав. Ну, не идет нам масть, baby. Ах, не идет нам масть. И мы заслужили власть, baby. Мы заслужили эту власть. Им всем на нас накласть, baby. Ну, как им на нас накласть? С молчанием и с покорностью Не пережить, не выжить. Кто с такой скоростью обзавелся вдруг совестью, Тот новая ее задницу лижет, Оближет. Новый зад к языку верно подданных ближе. Все на лыжи. Новый лидер в пустыне лыжню проложил. Все на лыжи. Боюсь, им не сдохнуть, baby. А нам от них не продохнуть. А может, они, это мы, baby. И в этом и соль, и суть. Как нам уйтись мы, baby. И отыскать свой путь. Разбей свой телевизор, Отключи на кухне радиосети, Видеопленки в союз писатель. Пусть подрочат слазь наша власть, Говорить, что хочешь, при полном отсутствии правств. Это страсть. Создавая себе напасть, Все морать, что прав. В принципе, почти все, что интересно было, Что было интересного, я рассказал. В заключении хочу показать вам пару постеров. Это, в частности, для любителей группы гражданской обороны. У меня часто сейчас спрашивают о ней. Вот это их лидер, Егор Летов. И еще один мой любимый постер. Из вновь приобретенных. Это аквариум. С надписью, аквариум, лучшее вино. Так что бросайте пить, слушайте аквариум. Еще одна маленькая информация. Так, в принципе, к музыке не относящаяся. Но почему-то вспомнилась фраза Такого нашего известного писателя, Которого относят к категории деревенщиков. Такое нехорошее название, но они им гордятся. Виктор Астафьев. Он сказал о том, что музыка, рок-музыка, Разрушает не только физиологически, но и развращает сексуально. То есть она возбуждает какие-то там необузданные желания в людях. И в Москве сейчас очень много всяческой, Ну, можно сказать, смело, порнографической прессы. Но вот я купил такой журнальчик, не журнальчик, газетку такую маленькую. Она называется Венера Пресс. И тоже, в принципе, посвящена интимной жизни. Здесь вот такая передовица, посвящена не КПСС, а так называемому положительному сексу. И вот анонсируются статьи такие мамы и девочки. Очень актуальная у нас проблема в стране. Почему ушел муж? То есть даются советы женам, как вернуть мужей. И такая статья, прошу изнасиловать. Очень интересно ее читать тем, кто падок на такие знакомства, на легкие. Ну, вот, в принципе, и все. И сейчас клип Владимира Преснякова. Это романс Чайковского, который называется Венец. И это самая лучшая вещь Преснякова. И пускай кто-нибудь... А-а-а-а. А-а-а. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. И капли крови вместо рост, чего угрозили, я в голову. В принципе, и всё, о чём хотелось бы рассказать. Небольшое замечание, касающееся лично меня. У меня часто спрашивают зрители программы «Интеграл», просто на улице подходят, спрашивают, не алкоголик ли я, не наркоман, в связи с моими тёмными кругами под глазами. Я просто так, чисто для информации, хочу сказать, что нет, не алкоголик и не наркоман. Это у меня с детства. И теперь, для тех, кто, может быть, не нашёл чего-то интересного для себя, сегодня всё-таки мы не говорили о поп-музыке или о музыке диско. В основном касались таких более-менее серьёзных направлений музыки. Просто несколько клипов. В частности, это будет Добрынин. Добрынин. Чё-то забыл, как его зовут. Добрынин – одна из его старых-старых записей. Судя по тому, как стоят музыканты, эта запись где-то вообще в середине 70-х годов. Но я думаю, для тех, кто любит Добрынина, будет очень интересно это посмотреть. И клип группы «Браво», в составе которой сейчас играет Валерий Сюткин, бывший участник таких групп, как «Телефон» и «Зодчия». Я считаю, что один из самых интересных рок-н-ролльщиков у нас в стране, такой свободный, очень хорошо держится. И которого Хафтан считает, что очень удачно он вписался в состав «Браво», потому что он прекратил эксперименты с женщинами-вокалистками. Так как и Жанна Агузарова, после того, как стала популярной, покинула коллектив. И следующая девушка, которую, в принципе, многие даже не успели узнать по имени, после «Джамайки», которую она действительно просто великолепно спела, она сразу решила делать сольную карьеру. Вот поэтому сейчас Хафтан играет с Сюткиным и очень этим доволен. Я на этом прощаюсь. До свидания. Всего хорошего. Я речь свою веду о том, что вся земля наш общий дом, наш добрый дом, просторный дом, мы все с рождением в нем живем. Ещё о том веду я речь, что этот дом хотят поджечь. Хотят, чтоб к нам пришла беда, чтоб жизнь исчезла навсегда. Земля не спит, и каждый день глядят в глаза своих детей. Теперь мне глядят в глаза, и нам с тобой молчать нельзя. Я речь свою веду о том, что всем нам дорог этот дом, наш добрый дом, просторный дом. Мы все с рожденья в нем живем. Ещё о том веду я речь, что мы наш дом должны беречь. Давай докажем, что не зря на нас надеется земля. Земля не спит, и каждый день глядят в глаза своих детей. Эй!